Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Маша Кахно и Дима Лукин продолжают знакомить друг друга со своими семьями. В выходной день они съездили в гости к родителям Маши, а потом Дима познакомил Машу со своими крестными. Маша рассказала своим подписчикам, что она намерена исправить ошибки молодости. Наверное, она хочет убрать губы, скулы или ресницы. Зрители сошлись во мнении, что это разумное решение. Либерш Кпадону, которая посетила городские квартиры, сообщила новость. Якобы Лилия Четрару оказалась беременна, что Лилия и Сергей Захарьяш, когда жили вместе, не думали о предохранении и теперь вынуждены пожинать плоды своей беспечности. Девушка опровергает эти слухи. Это всего лишь чей-то выдуманный бред, написала она. Новый участник Петр Рыбалка рассказал о том, как он провел первую неделю на проекте. Я не рассчитывал на такой теплый прием со стороны других участников. Они постоянно подкалывают меня. На проект я пришел к Марии Кахно, но Мария мне дала понять, что видит меня только как друга. Я не собираюсь на этом останавливаться и буду пытаться добиться ее расположения. Ирина Донцова на неделю уезжает с поляны. Не переживайте, я обязательно вернусь. У меня будет проходить ежегодная ювелирная выставка. Это моя основная работа в жизни за периметром. Когда я вернусь, я смогу посвятить вас в новые тенденции моды в ювелирном мире. Татьяна Африкантова получила от Ирины Агибаловой копию заявления в суд. Она переживает, что скандал с Агибаловой может помешать ей вернуться на Дом-2. Поэтому Африкантова заявила, что больше не будет плохо говорить об Ирине Александровне. Но тем не менее, она продолжает публиковать в своем блоге фотографии Агибаловой, которые порочат ее достоинства. Андрей Чуев ответил тем, кто пишет ему, что позорно быть в 37 лет участником Дома-2. Стремно смотреть в Дом-2 на меня. А я горд, что в 37 лет меня показывают на первом развлекательном, независимо от возраста. Дом-2 – это модель жизни на всей земле. Как вы помните, сын Ольги Ветер находится в Братске с ее мамой. Оля забирает его от родителей и возвращается с мальчиком в Москву. Они с Глебом уже нашли Миши садик. Ольге Бузовой на день рождения подарили щенка. Теперь у нее три собаки. Бузова публикует фотографии с московского празднования своего дня рождения. Празднование было в столичном ресторане «Ласточка». Среди подруг Оли была Ольга Орлова и Елена Темникова. Алада Дэнс была специально приглашенной гостей. Она подарила имениннице часовой концерт. Бузова похвасталась шикарным подарком. Это часы стоимостью 11 миллионов рублей, которые ей преподнес тайный поклонник. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.